Среди авторов Яндекс.Дзена давненько ходит такая легенда, которую разве что у костра рассказывать, что есть некоторые слова, которые если используют в заголовке, либо в тексте, то тебя непременно за это забанят. Ну типа алгоритм Яндекс.Дзена сканирует текст, если видит какие-то эти слова, то есть определяет, то сразу же статью отправляет на дополнительную проверку, там либо к толокерам, либо тот же самый алгоритм проверяет, и в конечном итоге те же толокеры, не особо разбираясь, блокируют статью, ну и алгоритм, если видит эти слова, тоже как бы ее не особо щадит. Ну а дальше все по накатанной схеме, ну то есть правда не добьешься, начинаешь писать в поддержку, что у меня в статье ничего такого нету, тебе говорят, ну как же ничего такого нет, мы видим только общий результат проверки, извините, так решил алгоритм, и все, и не добьешься ничего. Сегодня об этом и поговорим. Так ли это на самом деле, или не совсем так? Миф это или правда? В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Начнем, пожалуй, с того, что же это за опасные слова такие, которые не стоит употреблять, которые вот напишешь и все, и каю к каналу, ну либо статье как минимум. Ну, тут все очевидно, я думаю, это у нас убил, ранил, порно, кровь, смерть, ну и все в таком роде. Я ж когда начал вести канал по истории над зен, первую свою статью, одну из первых статей написал про атаку мертвецов. Ну, известное событие, когда в годы Первой мировой войны немецкие солдаты использовали химическое оружие, а как бы и ожидали, что от этого русские как бы все, но русские намотали тряпки, потом в этих окровавленных тряпках дали пинка немцам. Я как бы это все описал, но заметил, что статья совсем не крутится. Оказалось, что вот из-за того, что там описаны трагические события, вот эти вот детальные описания, я думаю, как раз вот из-за этих вот тряпок, что я их описал, что вот так вот все происходило. У меня статью тогда и ограничили. И тогда-то я и понял, что есть какие-то фразы, которые использовать как бы не стоит. Ну и казалось бы, все довольно просто. Реально, есть какие-то слова, за которые тебя ограничат, ну как бы заменяй эти слова. Позже я там написал в другой статье уже, ну, через много времени слово стрелял, стреляли там в того-то, того-то, мне тоже ограничили, и даже мне вконтакте их специалист написал, что если кто-то в кого-то стреляет, значит это как бы трагический контент, и статья именно за это и ограничена. Ну вот его ответ, вот он написал, что если кто-то в кого-то стреляет, то в принципе вот, ну типа справедливо ограничили. Но я тогда на этом не успокоился, снял еще один ролик про то, что так и так, моя статья ограничена, ролик этот все еще существует, я его в подсказках прикреплю, посмотрите, но тем не менее после выхода этого ролика, я не знаю, алгоритм это сделал, либо там разобрались, что не очень справедливо, это когда канал про фильмы банят за то, что он пишет про то, что кто-то в кого-то стрелял, но тем не менее статья была разблокирована. Спасибо Яндекс.Дену, что разобрались с этой ситуацией, и в общем-то тут опять получается, что есть какие-то слова, за которые статьи ограничивают, но опять же получается, что все не так просто, потому что статью-то разблокировали, значит даже используя эти слова, можно получить ограничения, а потом их снять, а можно вообще не получить ограничения. Забегая вперед, скажу, что сейчас на историческом канале, вот одна из последних статей, я вообще писал такие фразы, как ударили ножом в спину, и как бы статью у меня за это не ограничили. Какой еще пример привести? Ну вот например на канале, который личный блог, я совсем недавно прямо в заголовке использовал слово порно, и как бы ничего тоже со статьей не случилось, вот покажу эту статью. Единственная проблема, что у нее несколько сотен дочитываний, и высокий CTR, но она в принципе не крутится, но это может быть связано как раз с тем, что у нее среднее время не очень высокое. Ну чтобы точно удостовериться, что со статьей все в порядке, я в принципе написал сейчас поддержку, посмотрим, что они ответят. Многие, я знаю, боятся привлекать внимание к своим статьям, особенно к тем, которые ходят на грани, но в принципе я не боюсь, потому что я уверен, что с этой статьей все в порядке, ничего она не нарушает. Тут все дело в правилах, то есть если вы пишете о какой-то теме, то тут как бы такой вот большой-большой секрет. Дело не в словах, можно использовать вообще любые слова в ваших статьях. Дело не в них, а в контексте. Ну то есть допустим, слово смерть, вроде как за это Дзенбо должен банить. Но если вы пишете слово смерть в каком-то метафорическом значении, например, смерть телевидения, то вполне можно. Ничего страшного со статьей уже не случится. То же самое на моем историческом канале, где написано «ударил ножом в спину». В контексте это звучало как «некоторые личности нанесли армии ножом удар в спину», ну то есть предали, совершили предательские действия по отношению к армии. То есть это метафорическое значение в переносном смысле, опять же. И такие фразы вполне можно использовать. Даже если там статья попадет на дополнительную проверку, будет понятно, что это метафора. Но многие пытаются заменить слова, и им это не всегда помогает. Ну то есть иногда может алгоритм пропустить, а иногда нет. Ну допустим, слово «стреляют» заменяют на «открыли огонь». Но тут зависит не от того, что «стреляют», там если просто по мишени стреляют, это одно дело, вам ничего за это не сделают. Если там будет про то, как люди по людям, и описано детально, то все равно, рано или поздно, даже если алгоритм пропустит, возможно, потом статья попадет еще на какую-то дополнительную проверку и может получить ограничение. То есть не факт, что она проскочит, даже если вы замените слова. Ровно так же со словом «порно». Ну то есть если мы используем фильмы для взрослых заголовок, ну как вот в моей статье, если бы я заменил его, то проскочило бы это или нет, я точно не знаю. Но я не стал заменять, потому что такие вот темы, они в научном контексте, в научных публикациях вполне допустимы. Как бы об этом даже в правилах сказано. А у меня, если пролистать статью, тут приводятся ссылки на исследования, приводится то, почему я так сделал. В общем, опять же, вся суть в контексте. Но речь идет только о том материале, где нет эротики и описания эротики, а просто употребляются слова. Но цель у них не вызвать интерес эротическим содержанием. На дзен, если почитать правила, то там запрещены именно такие материалы, но только в том случае, если они преследуют определенную цель. Какую цель, я думаю, всем понятно. Если же статья про эротику, но на научные темы, то она будет рекомендоваться только подписчикам. Об этом тоже сказано в правилах. Моя статья употребляет слово порно, но в ней нет эротического содержания, поэтому она должна рекомендоваться всем в ленте. В конце ролика я покажу ответ от техподдержки, почему не крутится статья. Но важно понять эту разницу между контентом, который не пытается заинтересовать эротикой, и такой контент рекомендуется всем. Если же такой материал выложен и вам вдруг его заблокировали, то можете смело писать в поддержку и говорить так и так, почему вы меня заблокировали, вы несправедливо меня заблокировали, прошу разобраться в ситуации и снять ограничения. И вам должны его снять. Ну и раз уж мы говорим сегодня о мифах на Яндекс.Дзен, некоторые считают, что в заголовках нельзя использовать как бы определенные слова, либо там знаки определенные, это когда ты многоточие в конце ставишь, либо когда ты слово «это» пишешь. Про слово «это» в заголовке вообще не знаю, откуда взялась такая глупость. Если вы что-то значимое заменяете словом «это», тогда понятно, ну допустим там «это средство поможет вам избавиться от прыщей за три дня». Это кликбейтный заголовок, тут дело не в слове «это», тут дело в том, что заголовок кликбейт. Кликбейт на Яндекс.Дзене запрещен, и как бы такой человек размещает статью, ему ее блокируют, он думает «а, ну все дело же в слове «это». Вот отсюда и рождается такой миф. То же самое и с многоточием в заголовке. Ну то есть одно дело, если он просто, как многозначительность такая, в конце законченного предложения используется многоточие, это нормально. Но если вы пишете такой заголовок, типа «в аптеках появилось новое средство, которое за три дня помогает от» и многоточие, ну то есть обрываете приложение на середине, то это опять же кликбейт, и опять же вам забанят статью, не потому что у вас многоточие в конце, а потому что у вас оборванное приложение. Опять же все зависит от контекста. Если приложение закончено, и у вас многоточие, ничего страшного, многоточие можно использовать, если оно по правилам русского языка использовано. Когда изображается многоточием в конце предложения, скажем так, многозначительная задумчивость, молчание. Но из самого предложения полностью ясно, о чем оно и к чему. Тут ведь нужно понимать, что есть тонкая грань, ну то есть как в первом случае, это средство, то есть какое-то таинственное, неизвестное средство, поможет избавиться от прыщей за три дня, и все не знают там бабушкин рецепт какой-то, либо это средство из аптеки, а заходишь, там какая-то ересь написана непонятно что, и вообще не несет никакой ценности сама статья. И это получится кликбейт. А если заголовок, делаю зарядку каждое утро, и это помогает мне чувствовать себя бодрым, то такой заголовок уже не будет кликбейтом, потому что сразу понятно, что это. То есть конкретно упражнения. Это упражнения, они помогают. В первом случае мы не знаем, что такое это, а во втором случае знаем, что такое это. Так что если бы на Яндекс.Дзене были какие-то запрещенные слова, которые нельзя использовать в заголовках, либо в самом тексте, то в правилах Яндекс.Дзена это было бы обязательно указано. Но там есть другие правила, там другие пункты в этих правилах о том, что нельзя детальное описание трагических событий, нельзя шок-контент, нельзя там материалы для взрослых, только если они являются частью искусства и культуры. Так что в целом при проверке материала смотрится контекст, в котором вы использовали конкретные слова, а не сами конкретные слова. То есть я не отрицаю, что эти самые слова, они как бы являются маркером для того, чтобы алгоритм пристально посмотрел на вашу статью и проверил, либо там толокеры те же самые проверили. Но если у вас даже ограничат нормальную статью с такими словами, вы всегда можете ее разбанить. И я опять же не отрицаю то, что алгоритм по ошибке может пропустить такую статью, если там заменить вот эти вот слова, которые являются маркерами, другими словами. Ну, как я уже сказал, например, вместо «стреляют» написать «открыли огонь». Но такая замена вовсе не гарантировает, что статью вашу не забанят, потому что если талокер будет проверять, он, естественно, вам влепит ограничения. Так что я бы не очень сильно надеялся на то, что проскочит. Лучше сразу писать так, чтобы не придраться. Ну, то есть пишите, пишите на грани, но не нарушайте. Ну вот ответ от техподдержки касаемо моей статьи. Вернулась к вам с уточненной информацией. Дело в том, что публикация предложила друзьям спор 6 месяцев не смотреть порно, все отказались, вот ссылка на саму статью, была ошибочно ограничена в показах. Сейчас с ней все в порядке. Ограничения были сняты, приношу свои изменения за неудобства. Всего вам доброго. Как мы видим, поскольку статья не про это, то она спокойно крутится в ленте. Основной упор в ней вообще на другое, на спор сделан. Поэтому ее и разблокировали. Что касается самих вот запрещенных слов, якобы запрещенных, в журнале Яндекс.Дзена даже об этом есть упоминание. Вот это упоминание, и там написано, что нет никакого листа стоп-слов, есть фильтр на мат и более ничего. Но с ругательством все тоже не так однозначно. Допустим, вы решили написать статью вот про этого парня. Это исторический персонаж, и кто вам запретит писать про историческую личность? В общем, вот такие вот пироги. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. На инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok